Это пример для всех, чтобы прийти проголосовать пораньше, потом заниматься своими делами, сегодня выходной. Поэтому нужно прийти и изъявить свою волю. Атмосфера всегда прекрасная, в этой школе я учился, все родные лица, все учителя здесь. Придуманная кампания прошла прекрасно, даже сказал бы, что без каких-либо с других сторон партии и оппонентов заявлений. Все было хорошо в рамках закона. Настроение замечательное, потому что день выборов я всегда с хорошим настроением выхожу на избирательный участок. Ну а почему плохое? Погода хорошая, настоящая, осенья, люди идут на избирательный участок, это радует. Вот смотрите, на избирательном участке сколько много людей. Значит, они сегодня заинтересованы в судьбе родины, значит, они ответственно подходят своему гражданскому долгу, значит, они хотят сделать этот выбор. Это очень важное мероприятие, потому что чем больше процент избирателей приходит на выборы, тем реалистичнее результаты выборов. Настроение великолепное, это один из лучших избирательных участков. Здесь всегда на высоком уровне проходят выборы. Я вот ехала общественным транспортом, как-то народ нарядный, такой веселый. На избирательном участке спокойно, все хорошо. Ну а если говорить в целом о выборах, я ожидаю, что будет явка очень хорошая, судя по настроению на нашем избирательном участке. Предвыборная кампания проходила, на мой взгляд, как никогда, с соблюдением прав всех политических партий, все проведено без сучка, без задоринки. Никакой грязи, никаких там демонстраций таких, как было раньше. Что еще отметил бы, надо уже меньше заниматься говорили, а больше работать. Поэтому все работают, просто работают, и все. Нормальный ход прошел, все нормально. Есть мелкие шероховатости, ну вот, судя по жалобам, по наблюдателям, но это в рамках процесса, они быстро устраняются. Все в рабочем порядке. Предвыборная кампания проведена довольно-таки успешно. Как я заметил, прошло без нарушений, мной не было написано ни одной жалобы. Все было в порядке в рамках закона. Для меня это третий выбор, но первый в Государственную Думу. Я абсолютно спокоен, даже ни о чем, так говорится, не волнуюсь, не думаю, как решить народ. Каждый человек выбирает свое будущее, выбирает тем, чем он будет жить завтра, и в последующие годы будет жить вся страна. Это очень важно, чтобы человек пришел и отдал свой голос за того, в ком он уверен. Как народ скажет, так и будет. Сегодня особые выборы, самый высший законодательный орган государственной власти. И поэтому, какие будут законы принять на самом верху, от этого будет зависеть, будем говорить, жизнь на самом маленькой деревне, маленьком участке нашей огромной страны. Нельзя отсидеться дома. Некоторые думают, что от него ничего не зависит. Он маленький человек. Нет, он не просто винтик, он гражданин своей страны. И поэтому он должен прийти на выборы, сделать свой выбор. Какой бы он ни сделал, это его выбор. Избиратель главный сегодня действующий лицом.